Комплекс Баташов-Арена в Виксе. Плавать и кататься на коньках можно будет круглый год. Как на морском побережье, в Нижнем создаются аквапарк, не похожий на другие. Этот дом босяки называли «Столбы». Девять дореволюционных ночлежек предъявят туристам. Телевизионная программа «Строй». Смотрите в эфире на канале YouTube на сайте ННТВ. Здравствуйте. Чем ближе конец года, тем напряженнее жизнь у строителей. По какой-то давней традиции на этот период обычно планируют сдачу объектов. Порядок этот не меняется, и строители во многих местах буквально идут на штурм, чтобы уложиться в срок. В конце декабря в Виксе должны завершить строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса. В соответствии с региональной программой, фоки построены уже почти во всех городах и поселках. Лысково-Урень, Воротынец, Сергач, Павлова, Первомайск. Наконец очередь дошла до города Металлургов. В Иксе, можно сказать, успела запрыгнуть в последний вагон. Еще весной в этом месте лежала нетронутая целина. Все было покрыто зарослями, мелколесием. Расчистили, разровняли, вырыли котлован, поставили огромный корпус из трех блоков, провели коммуникации, раскатали футбольное поле с искусственным покрытием. На объекте сейчас происходит благоустройство окружающей территории. То есть делаем клумбы, засеиваем травой, садим растения. И внутри делается внутренняя отделка помещения. Штукатурка, плитка, обделывается бассейн. Городские власти и организации в Иксе уже подвели к ФОКу все коммуникации. Водопровод, канализацию, дороги, электричество и самое главное – газ. Сейчас успех дела зависит от скорейшего пуска газовой котельной, которую уже собрали монтажники. Мы ФОК ждали с 2008 года, наконец-то дождались. Я думаю, что 25 декабря, как заявил генеральный подрядчик, открой двери, будем купаться в бассейне, кататься на коньках, играть в футбол и волейбол. Конечно, работы еще много. Причем очень ответственные, специальные дела. Например, большой зал для волейбола и баскетбола, где надо уложить спортивное покрытие, наборный паркет из натурального дерева. Одно хорошо – в Иксе работает строительная компания «Зарзамаса», которая построила уже 10 таких комплексов. Люди хорошо понимают все особенности этого объекта. Два блока у нас. Третий и первый блок. В первом блоке у нас будет льдовая арена, в третьем блоке у нас спортивная будет площадка. Они из каркаса, то есть там монолит, только фундаменты. И пошли уже колонны, все металлические, сэндвич-панель. А центральное здание у нас все-таки из железобетона. То есть все перекрытия – железобетон, колонны – все железобетон. То есть очень много трудов именно в главном втором блоке. То есть здесь был момент, когда шел большой бетон? Много было бетона. И перекрытий заливали, и диафрагмы заливали, и сами фундаменты – все это полностью заливались монолитом. Физкультурный комплекс расположен в новом районе застройки Викса-Сити. Здесь живет много молодых семей с детьми. Да и с других концов города сюда тоже потянется народ. Будет и ледовая площадка стандартная с 60 на 30, да. Большой спортивный зал универсальный, где будет волейбол, баскетбол. Также вы, наверное, посмотрели футбольное поле, очень хорошее, с искусственным покрытием. И также бассейн 25 метров длиной тренировочный, и детский, детская чаша с горками. Плюс кинетеатр здесь также будет располагаться. Ну, полный комплекс, скажем так, физкультурно-досугового центра здесь обеспечен. Который будет работать круглый год, в любой сезон. Ну, конечно, безусловно, конечно, конечно, да, да, да. Город Викса. Физкультурный комплекс «Баташов-Арена». Пусковой объект 2017 года. А теперь еще об одной грандиозной стройке, которая даст большие возможности нижегородцам, чтобы укрепить здоровье. И речь идет совсем не о стадионе на Стрелке. На недавнем областном инвестиционном совете обсуждался вопрос о строительстве аквапарка на проспекте Гагарина. Надо сказать, это весьма необычный объект, очень крупный и довольно интересный. Областной инвестиционный совет рассмотрел проекты, прямо влияющие на строительный комплекс региона. Среди них новые крупные промышленные предприятия. Принято решение по поддержке завода «Сенгабен» на базе карьеры по добыче гипса в поселке Гомзово Павловского района. Еще один инвестиционный проект – это фабрика флизелиновых обоев в Дзержинске, где введены в строй мощности по выпуску 1 миллиона рулонов в год. Она также получает поддержку правительству. И, наконец, заметной новостью стало присвоение статуса приоритетного проекту строительства аквапарка на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Общая площадь всего комплекса более 100 тысяч квадратных метров, объем инвестиций 5 миллиардов рублей. Сейчас полным ходом идет возведение монолитного корпуса здания, под сводами которого впервые установят водяные горки, такие же большие, как на морском побережье. А у нас вот зона аквапарка сейчас, даже если мы его достроим, контур закрывать не будем. То есть надо будет оставить или стену, или кровлю частично открытыми, чтобы туда эти горки затаскивать. Через дверь не затащишь горки высотой 18-16 метров. То есть это будет целое шоу такое, с работой подъемной техники серьезной. Конечно. Комплекс аквапарка на проспекте Гагарина станет заметным явлением и как архитектурный объект. Смелая пластика объемов вполне оправдана. Она органично связана со внутренним пространством здания. По лестницам люди поднимаются. На первом этаже находится большой бассейн в термальной зоне. То есть и при каждой группе бань тоже маленькие бассейны. А на втором этаже находятся гидромассажные ванны и атриум. И как раз стоят какие-то пальмы, антураж соответствующий. Он просвечивает сквозь наружную оболочку? Да, сквозь наружную оболочку он просвечивает. То есть люди... Я вам тоже интерьеры покажу чуть попозже. То есть какая-то вот такая связь с внешним миром есть, но с другой стороны она несколько такая ограничена вот этой вот перфорацией, в которой отражается какая-то тоже водная тематика. Пуск аквапарка в Нижнем Новгороде должен состояться через два года. Мы одобрили предоставление мер нефинансовой поддержки, передание статусу приоритетного проекта общества с ограниченной ответственностью, акватория развлечений, строительство аквапарка. Меры поддержки помогут реализовать этот необычный для нашего региона проект. С самого начала передачи мы сегодня показываем большие, очень значимые стройки. Сейчас давайте переменим масштаб и поговорим о современной практике строительства индивидуального дома. На очереди рубрика «Деревянный дом. Вопрос-ответ». Этот дом построен из клееного бруса в два этажа с эркерами немаленький – полторы сотни квадратных метров. Мы снимали его летом, когда полным ходом шли работы по устройству кровли. И это был уже второй этап стройки, потому что осилить весь дом за один подход у хозяина не получалось. Итак, фундамент делали, не понимая до конца, какими будут точные планировки дома. Причем фундамент непростой, выполненный на склоне рельефа – монолитная плита с буронабивными сваями. Залили сваи, дальше пошла заливка ростверка в опалубку. И в завершении всего, уже на подготовленную песчаную утепленную поверхность, залили эту плиту. То есть это вот все единая монолитная конструкция, уходящая отборами в грунт? В грунт на два метра. Чтобы ничего не забыть, для фундаментной плиты сделали сквозные вертикальные гильзы. В чем их назначение? В данном случае здесь одна гильза под электропроводку под внешний завод, вторая гильза под водоснабжение под воду и канализационная гильза. Соответственно, вот как раз момент этапности строительства, вот такие вещи они выручают. То есть, может быть, какое-то изменение могло бы произойти, и мы безболезненно можем поменять очередность или что-то отменить, канализацию в другом месте пустить. Есть еще вариант разводки уже канализации или каких-то внешних инженерных систем прямо под плитой, чтобы их залить совершенно. Но тогда надо точно знать и интерьер какой будет в доме, где будут проходить какие-то коммуникации. И, соответственно, это обычно дом строится в едином этапе. А поскольку у нас здесь был перерыв, вот такое решение было бы идеально. Если вы не готовы сейчас оселить до конца постройку дома, очень разумно выполнить сначала первый этап – фундамент. Только возьмите в партнеры проверенную строительную компанию. Во второй половине программы мы обратимся к темам архитектуры. Посмотрим, как живут различные старинные здания в Нижнем Новгороде. Но и для практических вопросов стройки у нас также найдется место. Продолжим после окончания блока рекламы. В эфире телевизионная программа «Видеожурнал «Строй». Приближающийся чемпионат мира по футболу еще раз в полный рост ставит вопрос, что же мы сумеем показать прибывающим гостям-туристам. Их действительно становится в городе все больше. И всякий раз мы смотрим на улицы исторической части Нижнего Новгорода. На них, слава богу, сохраняется еще немало прекрасных старинных зданий. Один из таких районов – улица Рождественская и Кожевинная. На улице Кожевиной в кварталах бывшей Мелиошки, где в XIX веке обитала Нижегородская голыдьба, расположено очень интересное здание. Его фасад украшают арочные окна и огромные колонны. Из-за них здание и получило название «Столбы». Но запечатлеть на камеру и просто рассмотреть его во всей красе не получается. Улица узкая. Да и зачем было размещать такую красоту в месте, где жили босяки-ночлежники? Когда Кизи Ветр создавал эту красоту, он создавал украшения базарной площади. С другой стороны был храм очень красивый. Поэтому появилось красивое здание. Но потихоньку коммерческие интересы возобладали. Значит, коммерсанты на территории Нижнего базара поставили вот это здание. Георг Иванович Кизи Веттер, первый городской архитектор Нижнего Новгорода, спроектировал для города более сотни зданий. По его проекту построены усадьбы Ермолаевых на улице Ильинской, дом Добролюбовых, где сегодня расположен литературно-мемориальный музей, банковская контора в Кремле. Ныне все они памятники федерального значения. Здание столбы возвели в 1839 году. А в 70-е годы 19 века появилось строение напротив, которое закрыло вид на прекрасный фасад в стиле позднего классицизма. По всей местности рядом с Ивановской башней в это время располагались ночлежки. Все еще помнят про самую известную из них – это Бугровская. А в начале 20 века здесь было 9 ночлежных домов. Их обитатели иронически именовали свою улицу Миллионной. Ведь в продолжении на улице Рождественской буквально по соседству действительно жили миллионеры-богачи. Именно Нижегородскую мелиошку описал Горький в своей знаменитой пьесе «На дне». В 1901 году Алексей Максимович Горький, он уже готовился к своей пьесе. Он изучал тему босячества. Он уже встречался с Бугровым в его ночлежке. Она построена в 1870 году. И он предложил Бугрову единственное. Вы сдвиньте, пожалуйста, график вывода людей из ночлежки. То есть сделайте не в 6 утра зимой, а в 9. Бугров ему отказал, сославшись на то, что у него порядок. И ему нужно технологическое время для очистки помещения и для того, чтобы запустить туда новую партию ночлежников. А эта новая партия опять была примерно в 1250 человек. В очерке о Бугрове Горький пишет, что купец считал ночлежников бесполезнее осенних листьев, так как листья хотя бы удобряют землю. Горький же видел в босиках людей, о чем и рассказал в своей бессмертной пьесе. Писатель обратился к купцу Дмитрию Васильевичу Сироткину, будущему главе города. Сироткин согласился помочь. Значит, он, купив это здание, соглашается с Горьким и на первом этаже размещает чайную, дешевую чайную. То есть чай стоил 2 копейки. Поэтому по воспоминаниям краеведов, здесь собиралось огромное количество вот этих золотородцев и босиков. Они брали порцию чая, значит, на команду человек 15, и с этой порцией сидели достаточно долго. На втором этаже чайной был организован зал на 400 человек, где по воскресеньям бесплатно проводились литературно-музыкальные чтения. То, что делал Бугров, то, что делали городские власти, это реальный социальный подвиг. Потому что из 4 тысяч босиков полторы тысячи ежедневно находили приют, горячий чай, бесплатный горячий чай и бесплатный хлеб в ночлежке. И, конечно же, мы должны об этом знать, и об этом должны знать наши дети, наши нижегородцы. Потом еще случилась Октябрьская революция, и про босиков с чайной столбы совсем забыли. Теперь в эти места будут приводить туристов. Бывшую ночлежку в доме на Кожевиной 12 – это напротив столбов. Планируется передать для благотворительного фонда «Земля Нижегородская». Там будет организована музейная экспозиция. Городские власти предполагают изменить схему движения по улице Кожевиной, благоустроить территорию и воссоздать фуникулер, который будет поднимать людей от Кожевиной в Кремль. В сюжете прозвучало славное имя архитектор Георгий Иванович Кизоветтер. Вообще, это уникальная фигура. Он практически нигде не работал, кроме Нижнего Новгорода. Причем прожил в нашем городе всего 10 лет. Но за это время сумел построить столько, сколько, наверное, никто другой. Наша съемочная группа по штукам, можно сказать, по крупицам собирала его сохранившиеся постройки. Снимали зимой и летом. И сейчас мы вам покажем один кусочек этой прекрасной видеоколлекции работ замечательного мастера архитектуры. В нашем отнюдь не избалованном культурой городе эти здания невольно притягивают взгляд. Перед нами какая-то уже другая красота, не имеющая ничего общего с играми постмодернизма и дизайном нынешних дней. Свободно и естественно, как дыхание, перед нами разворачивается художественная система, опирающаяся на каноны классицизма и вместе с тем наполненная живым творческим самовыражением, преодолевающим жесткие регламенты образцовых фасадов. Эти постройки создавались в первой половине XIX века. Их автор, архитектор Георгий Зеветтер, был современником Пушкина, Лермонтова, Гоголя. В Нижнем Новгороде, выпускник Петербургской академии художеств, Гезеветтер выполнил сотни, до полутора тысяч различных проектов. В наши дни сохранились несколько десятков его домов. Продолжающие жить на старинных нижегородских улицах, они являют новым поколением архитектуру, рожденную по законам гармонии и красоты. Наибольшее число построек Георга Кезеветтера до сих пор стоят на Ильинской улице. После жестокого пожара 1839 года ее пришлось застраивать заново почти всю. Дом московского купца Афанасия Рычина больше известен как Мариинская женская гимназия. Его решение перекликается с архитектурой дома Вяхерева, Черниговская, 12. Однако здесь Кезеветтер выделил на фасаде три резолита в центре и по краям. Здание обрело законченную форму, которую искажают надстроенные позднее два верхних этажа. Настоящим шедевром Кезеветтера является небольшой особняк – дом купца Василия Арясова, улица Ильинская, 23. Георгий Иванович рисовал его фасады, стараясь подтвердить свое мастерство после случившегося скандала с первым вариантом проекта. Там были обнаружены ошибки, вроде бы по вине чертежника. Двухэтажный дом с фасадом на пять окон привлекает своей замечательной компактностью и яркой выразительностью. Постройку венчает с размерной высоты атик с вазонами, в центре надстройка слухового окна в стилистике барокко. Дом богато декорирован, глаз радует, филигранность исполнения деталей, точное чувство меры. Особое ощущение оставляет общая подтянутость, энергичность корпуса постройки и ее благородные пропорции. Зримым воплощением таланта Георгия Кизеветтера сегодня служит дом 96 на Ильинской. Хороший ремонт постройки позволяет ясно представить, как выглядели эти здания в XIX веке. Жилой дом фабрикантов Ермолаевых архитектор выполнил в торжественных и очень нарядных дворцовых формах. Полуколонны Каринфского ордера, корни из большого выноса с кронштейнами и сухариками, перехватывающая чело фасада, орнаментальная лента фриза, резные маскароны белого камня. Можно только представить, как кружила вся эта красота голого нижегородцам в 1840 году. Она и сейчас никого не может оставить равнодушным. В заключительной части возвращаемся к практическим делам. В прошлом выпуске программы мы показали различные устройства для облегчения работ на строительстве дома. Это все разработки группы нижегородских изобретателей. Мы обещали продолжить тему. Смотрите, продолжаем. В старину топор заменял мужику любой инструмент. Им, говорят, ложки вырезали и даже бороду брили. Сейчас вместо топора все чаще используют бензопилу. Но это тоже, у кого руки из плеч растут. А все остальные могут только что материал поднести. Вот мы и попытались поднять бревно. Только осенью-то оно намокло, затяжелело, не в подъем. Опа! Задуй его нахер! Ребята, да, осторожно. Это задавит. Не положим, а сбросим. Вы что? Собственно, это присказка. Потому что Волков уже нужный инструмент приготовил, несет. А вот лебедка. Давайте сюда. И запросто поднимаем. Механическое устройство без мотора можно быстро запустить в дело, даже без электрической розетки. Ставим на него подпятник. Ставим убедительную штангу, если таковая нужна. Есть. Соединительный ниппель на нее со стопорами. В него втыкаем штангу подъемного крана. Переводим на подъем к лебедку. Дальше все в руках мастера. Чистая механическая работа. Это еще хорошо знали в древнем мире. Пара минут, и бревно выходит на верхний венец. И все. Оно на месте. Дальше двигаем его туда-сюда. Такой мини-кран с малым выносом, настрой, как его называют, гусек, вещь известная. Другой вопрос, как его быстро и надежно закрепить. Две точки крепления. Лапа захвата и вот такой скворень забивается в землю. Ставится подпятник. Есть два варианта. Если, например, у вас там пол, то в подпятнике сверлите под саморезы отверстие. И просто в подпятник засовываете штангу или гуся там. И уже поднимаете, допустим, с второго этажа. Так вот, соль решения вот в этих креплениях, в этой лапе. В этой лапе и в скворне. Да, и в точке крепления за землю. Это все, что мы хотели показать сегодня. У нас были большие стройки, прекрасная архитектура. И обязательно практические дела на строительстве собственного дома. Вы смотрели телевизионную программу «Строй». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok